Всем привет! Сегодня разбираем самую важную тему, это тема воды. Вода самый главный нутриент. Прежде чем научиться считать килокалории, белки, жиры и углеводы, все это комбинировать, понимать, белковая вам еда нужна или углеводная, голодание нужны или нет, вам нужно разобраться с водой. Пусть в вашей жизни появится лучшая, самая качественная, чистая вода. Наше тело на 90% состоит из воды. Это такая хорошая банальщина. Но что это значит? Это значит, что весь метаболизм, за которым мы боремся, все, что в клетках происходит, происходит только за счет водного баланса. Есть вода, у вас будут расщепляться жиры. Есть вода, у вас пойдут усвоение всех минералов и витаминов. Если воды нет, организм просто начинает застревать. Представьте себе текущую кровь, жидкая плазма, и это все напрямую зависит от количества выпитой воды. Наше тело – это не как пустой сосуд. Мы туда что-то покидали, и вот оно что-то вылезло, и мы хотим похудеть, и с большим количеством еды что-то сделать. Совсем не так все работает. Представьте себе кровеносную сетку. Вы съедаете, выпиваете некие питательные вещества, элементы, попадая в кровь, они должны дойти до наших клеток. Как они это делают? Они это делают через капиллярную сетку, через тонкие-тонкие, вообще на просвет, незаметные капилляры. Каждый капилляр, например, обслуживает нашу мышечную ткань. На одно мышечное волокно приходится по 15 капилляров у хороших спортсменов. У тех, кто, конечно, не занимается спортом, на 15 мышечных волокон приходится один капилляр, но, тем не менее, даже ему придется справляться с невероятно тяжелой задачей распределить в клетки мелкие частички всего съеденного. Аминокислоты, все минералы, витамины, микроэлементы, все, что связывает аминокислота и заводит в клетки, вот так это все происходит. Чтобы обслужить такой сложный процесс, нам нужна жидкая кровь. Этого можно достичь при условии, если вы выпиваете достаточное количество воды. Достаточное – это 30-40 мл на каждый ваш килограмм тела. Представьте картину, вы не пьете столько воды. Выпили 500 мл, забыли. Пусть вы справились с этим ощущением обезвоживания. Ничего страшного, конечно, можно потерпеть. Но что произойдет? Кровь станет очень тягучей. Вы все попадали в ситуацию, когда у вас не могут из вены взять кровь. Это значит, что мало выпили воды. Если будет при этом очень мало воды, наша кровь превращается в густые сливки. Представьте, что вы пьете маленький тонкий соломинка на просвет, тягучий смузи. Вот так будет выглядеть наш капилляр. Чтобы избежать такой ситуации и хотя бы обеспечить каждую клетку всеми питательными веществами, которые вы съедаете, выпиваете, наедаете, все, что делаете с собой, должны, конечно, поддерживать водный баланс. И это должно войти в привычку. Такте буквально будильники. У нас по программе 4-5 приемов пищи. Перед каждым приемом пищи должен быть большой стакан воды по 300 мл. И тогда вы выйдете примерно на ваш объем. Конечно, есть вода и в овощах, и в фруктах. Но пока это все усвоится, пробуйте походить на массаж, который называется лимфодренажный. Мы будем это обсуждать. У нас будет отдельная тема, дополнительные условия. Так вот, лимфодренажный массаж потребует от вас огромное количество воды. Огромное это 3-4 литра в день. Это пьется вначале очень тяжело, а потом привыкаешь моментально. Вы удивитесь, насколько быстро меняется ваша кожа. Два дня вы попьете такое количество воды, ситуация изменится кардинально. Во-первых, вы не будете опять же переедать. Стакан большой воды до приема пищи, это значит, что вы съедите ровно столько, сколько нужно. Вы предупредите обезвоживание, и ваша кожа станет настолько упругой и прям напитанной влагой, это невероятно приятное ощущение. Я вам даю задание домашнее. Поставьте эксперимент, попробуйте выпить 3, а лучше 4 литра воды, и посмотрите, насколько изменится ваша жизнь. Да, конечно, вы будете бегать быстро в туалет, это неизбежно. Но это будет с вами происходить первый день, второй день. А на третий день вы настолько адаптируетесь, ваша кожа сразу изменится. Трение сложное, но опять же, в рамках эксперимента мы просто попробуем прожить этот день вместе с большим количеством воды. Этого на шульга интенсив достаточно, но есть еще один нюанс. Какая вода? Вода, конечно, бывает разной. Три критерия, которые оценивают качество воды. Тяжелые соли, наличие, жесткость и органика, если там какие-то бактерии. И вот под вашу воду, которая у вас течет из-под крана, нужно подобрать свой определенный фильтр. Фильтры бывают разные. Не бывают на базе осмоса, бывают на базе угля. Есть турмалиновые фильтры, но все они работают по принципу мембраны. Мембрана должна быть очень тонкая, чтобы остановить жесткость воды. И бактерии физически, чтобы вода, пройдя через фильтр, оказалась чистой. Вот выбирая мембрану, чем тоньше она будет, тем лучше будет фильтр. Но здесь нужно понимать изначальные качества воды. Можно заморочиться и пойти сдать воду в лабораторию. Это будет хорошо. Санэпиденстанция принимает такие анализы на пробу и показывает, что находится в воде. Если нет никаких других источников, кроме проточной воды, то, конечно, придется это сделать. Вариант 2. Вы можете воду покупать, но это будет пластик. А пластик воду дает, конечно, токсичные вещества. Мы не знаем, как влияют токсичные вещества на нас. Но как только я перехожу на такую бутилированную воду и кипяченую воду из-под крана, у меня кожа вся высыпает. Коже происходит полная беда. А кожа это очень хороший показатель. А кожа это очень хороший показатель. Если вода хорошая, кожа будет светиться. Если тяжелые металлы, то, выходя через споры, кожа не будет справляться с очищением. Поэтому от программы получить максимум на шульга интенсив, научиться следить за собой, поддерживать водный баланс. Надо выбрать хорошую воду. Этот вопрос очень важный. Его за один день решить невозможно. Поэтому задание на дом только разобраться с объемом и понять, сколько вы пьете. А на будущее и вам на большую такую заметку разобраться с водой. Есть еще пару пунктов. Воду нельзя кипятить. Кипяченая вода это мертвая вода, в ней абсолютно уже ничего нет. Вода это не просто жидкость, которая смачивает и доставляет питательные вещества в каждую клетку. Вода это особый элемент, который или поддерживает нашу щелочную среду, или ее разрушает. Пункт 7,5 и выше. Это щелочная среда. Это все, что касается здорового метаболизма и межклеточного обмена. Если показатель кислотности опускается ниже 7,5, то это уже кислотная среда. А в кислотной среде происходят все разрушительные процессы. Гниение, простите, пожалуйста, за такие подробности, происходит как раз в кислотной среде. Выбирать фильтры, которые производят щелочную воду. Фильтров много, и они действуют по трем принципам. Первый принцип – это деление воды за счет электродов на щелочную и кислотную. Фильтры довольно дорогостоящие. Вот 6 тысяч рублей стоят и накапливают небольшой объем воды. На всю семью это, конечно, неудобно. Это каждому члену семьи нужно заиметь такой фильтр. И выполняя условия выпивать по 30-40 мл в день, по 3-4 литра воды, конечно, это будет неудобно. Пункт 2. Вы можете в воду добавлять лимон. Лимон, несмотря на свой кислый вкус, это щелочной продукт. Попадая в нашу среду, в наш организм, лимон превращает все вокруг в щелочную среду. Поэтому, добавляя лимонный сок в каждую выпитую бутылку воды, это хороший тон. Вы уже будете ощелачивать свой организм. Третий вариант. Вы можете пить по 500 мл воды, которую производит наш Народин. Той, которую производит наш Эльбрус. Она уже минеральная, она уже щелочная по своему составу. Вода, которая продается в стеклянных бутылках. Нарзан, Ессентуки-4. Смотрите, чтобы не было очень много солей, чтобы не было на вкус соленое. Вариант, которым пользуюсь я. Я купила себе фильтр, индивидуальный фильтр, прям бутылку небольшую. Я с собой его не взяла, он очень тяжелый. Он, конечно, неудобный. Поэтому с собой в дорогу я его не беру. Но на все тренировки беру щелочную воду. Нет быстрейшего способа восстановиться после тренировки, чем выпить щелочную воду. Это проверено 100%. Мышцы перестают болеть. Так приятно себя чувствуешь. Столько энергии. Круто. Алкает вода. Вода тем и сложная. С ней придется договариваться всю жизнь. Когда я жила в своем собственном доме, мы выкопали, мы сделали скважину, дошли до артезианской воды, и дома у меня из-под крана текла чистейшая вода, идеальная по составу. Как только мы переехали жить в квартиру, из крана течет вода, которая даже умываться страшно, невероятно быстро портится кожа, с водой нужно точно договориться. Вопрос воды, ее качества, чистоты, придется решать всю свою жизнь. Вы должны с этим просто смириться. Вы должны обращать внимание, какую воду вы пьете. Что это за вода? Не кипятить воду, полученную из природных источников. Найдите у себя естественный фильтр, фильтры, которые могут улучшить ситуацию. Ну, самый простой вариант – это кувшин с угольным фильтром. Та становится уже мягче. И накипь, как минимум, не будет появляться в вашем чайнике. Но я вас попрошу воду такую вообще не кипятить. Мы не живем в каком-то... Если вы не живете в химически опасной зоне, воду, конечно, кипятить не стоит. Вода должна быть живая. Найдите, пожалуйста, ручеек, родничок. Самый естественный фильтр – это наша земля. Все, что выбивается из-под земли, уже имеет идеальную основу. Я вас прошу, участники интенсившей львы, пожалуйста, заморочитесь на воду. Это очень важно. Жизнь становится другой, кожа становится другой, ваша энергия становится другой. Вода должна быть хорошая. Проточные варианты работают за счет мелкой мембраны, которая на химическом и физическом уровне не пропускает крупные молекулы бактерий, тяжелых металлов. Самый совершенный способ очистки воды – это обратный осмос. Такую систему стоит ставить, если у вас нет рядом никакого природного источника. вы понимаете, что вы привязаны к воде из-под крана, и вам придется ее пить круглосуточно. Обратный осмос убирает все – песок, ржавчину, смягчает воду, убирает тяжелые осадки. Все виды крупных молекул из воды осмос убирает. Конструкция такой очистки воды, конечно, сложная. Требует много места. Если у вас есть дом свой, без артезианские скважины, то, конечно, это будет работать. В итоге смотрите, что у нас получается. Или это маленькие объемы, постоянно нужно копить воду, бутылку воды в стекле, природной, где вода выбивается из-под земли и проходит естественную очистку. Или вы ставите громоздкий фильтр, и тогда у вас бесперебойно идет проточная вода, но фильтры, опять же, за ними нужно ухаживать и очищать. Вот с этим совсем нам придется смириться и еще держать в голове, что вода должна быть щелочной. Вам поможет лимон, вам поможет турмалиновые и минеральные фильтры. Допоследок дам вам рекомендацию, которой пользуются все наши космонавты, и это история вообще с советского прошлого. Наших космонавтов, ну представьте, человек должен улететь в космос. Здоровье должно быть не просто великолепным, оно должно перехлестывать вперед, испытывать все перегрузки организма в очень агрессивной среде с большим количеством металла, с недостатком кислорода, с искусственной вентиляцией. Что делали и делают космонавты? Врачи, которые занимаются здоровьем космонавта, рекомендуют пить воду с содой. Два литра воды и одна столовая ложка соды становится щелочной вода. Щелочной водой можно вылечить за год очень тяжелую стадию подагры. Все суставные болезни, все, что мы накапливаем в твердых тканях, все это можно убирать щелочной водой. Это очень крутой лайфхак. Создоровки бешеные, ритм подготовки бешеный, и в таких условиях организм просто не успевал восстанавливаться. Я вам признаюсь, у меня стопы были разбиты в хлам. И чтобы восстановить свои стопы, разбираясь с фильтрами, постоянно перемещаясь, очень сложно пить одну и ту же хорошую воду. Стакан воды на утро с содой за 30-20 минут до еды меня восстановил за 2 недели. Последняя рекомендация на сегодня. Щелочной баланс очень важен. Посмотрите в гугле список продуктов с щелочным балансом. Вам гугл выдаст список в первую очередь и зелени. Все овощи будут иметь щелочной баланс. Во вторую очередь будут сезонные фрукты, яблоки, лимоны. Все белковые продукты животного происхождения попадут в кислотную среду. Поэтому, чтобы поддерживать щелочной баланс и помогать нашим клеткам поддерживать здоровый метаболизм, придется нам дальше, ребят, разбираться с нашими продуктами. А что мы сделали? Тема пищевого тайминга – раз. Тема воды – два. Две базовых темы, с которых нужно начинать вообще разговор о хорошем питании и хорошем композите тела. Что, я вам желаю побыстрее разобраться с тем, сколько вы пьете, как часто бегаете в туалет, а надо бегать до прозрачного цвета в туалете, и какую воду по составу вы пьете. Это была ваша Наташа.